Мать, за сортов минуту! Сколько платит сотруднику зарплата на производстве? Так выглядит как слабительная. И на вкус как слабительная. А можно честно написать? Конечно. Напишите честно, как есть. У вас есть что, вторая работа? Спрашивайте, ты дебил, что делаешь? О, прикольно. Предсказание написано. Как в выгон присосался. Друзья, сегодня мы продолжаем вашу, нашу, любимую рубрику по заводам. И сегодня мы находимся на первом молочном заводе. А пришли мы для чего? Для того, чтобы показать, как производится новинка. Сырки с карамелью и кокосом. Глоток и на производство. Друзья, сегодня мы находимся на первом молочном. И кое-что вам расскажут. Наехай. Здравствуйте. Прямо перед нами мы видим с вами посты в льву елки молока. А4, куда заезжает наше молоко с наших хозяйств, с нашей сырьевой зоны. Примывает на заводе, проводятся все необходимые анализы. И после того, как наша лаборатория дала добро, мы поднимаем его на Брейс Водсберг. Наша головная площадка специализируется на выпуске цельномолочной продукции. То есть это классические виды продукции, такие как молоко, кефир, сметана. Ну и, конечно же, наша фишка, наш любимый продукт, это сырки глазированные. Собственно, для этого мы сюда и пришли. Мы сегодня посмотрим, как получаются глазированные сырки. А конкретно новинка. Поэтому начинаем с молока, а дальше поехали. Давайте, мы сейчас оденем вас. Вот попробуем. Сейчас мы попадем на производство. Мы надели калаты, бахилы, маски, перчатки, панамки. И за моей спиной находится производство чего? Цельком лазеронку. Цельком лазеронку. Рода нам. Поехали. А сейчас мы попали в цель, где получается творог. Ну, собственно, наша начинка для сырка. Как он получается? Берется молоко, дальше помещается в специальные мешки. А дальше вот эти самые мешки должны погрузиться в пресс. Где они будут выдавливаться, полностью обезвоживаться. И получится, собственно, наш творог. Так, дальше мы посмотрим, что делают с творогом дальше. Дальше попадаем в отдельный цех, где в большую-большую мясорубку закидывают основу, перекручивают и, собственно, получается, добавляют туда ванилин, либо разные начинки, получается, творог с начинкой. Дальше мы, походу, попадаем в цех, где цирки глазируются. Собственно, наша творожная масса попадает в большую установку, откуда выдавливаются аккуратненькие сырочки. Дальше эти сырочки по конвейеру проезжают и попадают в участок, где покрываются смачным горячим шоколадом. Собственно, вы видите, как это все происходит. Дальше не выходят. Остужаются до комной температуры. Ага, вон те самые печеньки от Слодоща. Это основа для наших сырков с начинкой, с основой для печенья. Вот вы видите, как творог попадает на печенье. Дальше глазируются белым шоколадом. И опять они должны остыть. Вот получается та самая наша любимая новинка с соленой каранелью. А, это у нас кокосовая. Да-да-да. Тоже самый процесс, только без печеньки. Все, все погрузили и отправляют дальше. Сколько платит сотруднику зарплата на производство? Что, записываешь на производство? Да, Лидия делает 80 сырков в минуту. Я просто верю, потому что, смотрите, за один раз выходит, ну, по сути, 4 ряда, да. 7 ряда с сырком будет несколько останавливаться. Хотите покажу фокус? Как исчезают? Ну, и что? Очень клевое производство. Поэтому давайте смотреть, чем вас любят кормить. Как будто бы я забрал у хомяка эту штуку для зубов, потому что он точит, грезет. Это же белый. Кормят просто. Как вам сыр со вкусом сыра? Понравился герганзол? Очень, я вам смею. Классный, да, экскурсный. Я не хожу. Вахтная жирность и мягкая сладость. Это фитак? Кто съел? Это фитак. Это фитак в фитюре. Это фитак или фитак? У нас вообще фитак. Ну, ладно, понятно. А почему же не фитак? Очень прикольно, ну, чтобы не производили. Шучок. Вкусно. Ну, просто панировка лишняя. Очень было бы вкусно в салат. И по цене нормально, да? Да, да. Он, конечно, он будет не кормить. А, к сожалению, по 713-му нельзя. Цель прикольная. На самом деле, белорусские сыры, особенно если брать ракеты, всем известные, да, области. Белорусские сыры отличные. Просто мы не ценим, что нет. Какое творожное. Ракеты. Вороженое. Вороженое. Белорусские сыры действительно не доимцелены. Сейчас было проблем в чем? Наши цены на наши юноты выпадали. Сейчас 50% экспорт, да, по-моему, должно было влиять гелорусский рынок. запоминайте охренетительный с плесенью сразу буду дать рецепт очень вкусно с миди очень вкусно в сэндвичи в пасту как обычно с дизайном проблема мы не умеем продавать на шестом производства чтобы не умеем продавать наш продукт последний последний который у нас стоят на план завещения они не продающие то есть иногда иногда лучше минимизировать на упаковке все просто чтобы утром на сколько вероятно что в срок может попасть что-то потустороннюю риски существует нами нужно нужно и нужно уметь управлять поэтому попадание предметов всегда на любом производстве это чп это не норма это чп последний раз но на вашу память и человек работает 2009 года посчитать цирках не помню потому что у нас как это было уже давным давно даже я не скажу каком году да я плавали я охотно верю потому что самом деле на мою практику я работаю с большим количеством людей может быть даже как три таких наверно завода сейчас большая редкость в сырке кстати вот иногда что часто попадается в разных сырках это не волос это войлок это лавсановые мешочки откуда выжимают да да и мы часто думали откуда может сырках мешок попасться ну то есть ну их же не мешками грузит и сегодня мы увидели что оказывается творог выжимается выдавится это специальные лавсановые мешочки и зачастую если происходит попадание то люди думают что это волос хотя это лавсановая нить тоже не особо тоже неприятно потому что мы уже сегодня в принципе видели что на производстве сложно чему-то откуда покупать потому что все минимизирован есть человек и есть конвейер все до дна до дна спасибо вам ждем вас еще гостя мне право кто там рассказал готов рискнуть и рассказать про этот пакет я имею ввиду что он загрязняет окружающую среду как и любой другой да сколько лет это бумага это картон внутри покрыт не стакан как вы не присосался спрашивайте ты дебил что делаешь сейчас на раскроем и посмотрим что внутри коробки говорят что это это коробка разлагается сама карту конечно конечно карту разлагается за 100 миллионов лет да нет вот в студию вы имеете право вы победите сейчас на сушку там хракири уже делаешь ну и что ну и что это пленка какая иначе вот карту да ну вот и вы смотрели сама рвёт ну завис мой вот проведем даже эксперимент а сейчас вы за тобой сделаем дом для хомяка ну смотри вот вижу вот бумага вот ты свой дай зажигалку ну ладно может быть немножко платим очень хорошее обоняние даже собаки на на границе да свечка что а свечка это парафель а парафель что парафель производства производное производство нефти на заметочку а это о чем говорит вот сейчас нет я потому что я очень обознательно вот это упаковка не разлагается вот и на тетрапах тут 7 слоев и в том числе полиэтиленовый и алюминиевый вот видите вот здесь покрытие вот это запах имеет такой вот если там упаковка ладно реабилитированы тогда можем делать неужели нам удалось убедить почти получился скворечник смотрите я один уроком сделал скворечник так что пюр пак недооценен пюр пак это экологически чистый вид упаковки пюр пак это картон посмотри это картонная упаковка пюр пак что-то на китайском пюр 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 чистый вид упаковки она не требует какого то она разлагается как биоразлагаемо поэтому то есть короче если птицы поели они потом могут улететь и оно разложится само на дерево со временем конечно как и любой картон покупает картонную упаковку она не оставляет пусть у себя этот след тетрапаховская упаковка да здесь сложнее а что хранится здесь год а ну оно постерилизованное конечно нет не только за счет чего здесь стерилизованное молоко да да астептический розлив да но здесь в этой упаковке 7 слоев в том числе полиэтиленовый и алюминиевый и он для чего для того чтобы не попадал свет и воздух вот в эту упаковку воздух попадает поэтому здесь маленькие сроки хранения 15 суток хранения молока в бумажной био-эко клетке для птиц давай построим город для птиц прикольно предсказание написано сегодня это молочному первому не дадут зарплату сегодня нет нам десятого дают там второй текст прям мелким шрифтом и десятого тоже ну что я показал вам как производится сырки от вас лайки подписка и если вам интересна наша рубрика обязательно оставьте какой-нибудь комментарий какой завод вы хотели бы посетить следующий и 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